МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Перед вертушкой каждый обрабатывает руки антисептиком. Также обязательное условие – ношение маски. Если выявляется отклонение, то проводим дополнительный замер температуры уже бесконтактным мобильным прибором, соответствующий дезинфекцией после каждого замера. Также есть для страховки электронные приборы. В случае отсутствия маски у человека по каким-либо причинам при движении на завод есть здесь также резерв. Днём поток персонала небольшой, поэтому на проходной присутствует один медик. Утром работают два медика и два-три менеджера верхнего звена, которые контролируют исполнение всех необходимых требований. На сегодня на проходной нет скопления народа, как было раньше. Персонал завода передвигается свободно. Это связано с тем, что проведено дополнительное разделение цехов и подразделение на две-три смены. В смену работает не более 1800 человек. Часть персонала переведена на удалённую работу. Некоторые работают по скользящему графику. В первые дни буквально карантина. Люди старше 65 лет, женщины в декретном отпуске находящиеся, и даже которые на лёгком труде были у нас, мы их всех немедленно оставили дома и даже не выводя на работу, известили о том, что они находятся с сохранением заработной платы в режиме самоизоляции у себя дома. Также включили в эту группу сотрудников с хроническими заболеваниями кровеносно-сосудистой системы и бихательных путей. В первые дни работы автозавода персоналом использовались одноразовые маски, которые вызывали множество нареканий, сейчас закуплены многоразовые. В цехах на полу введена маркировка для обеспечения безопасной дистанции между сотрудниками заводов в полтора метра. В ключевых узловых местах, бригадных зонах расположены наборы бригадира, где имеются дезинфицирующая жидкость, материалы для протерки, термометр и журнал для занесения измерения температуры. Сегодня на заводе обеспечение мер безопасности в соответствии с рекомендациями Минздрава Российской Федерации, Роспотребнадзора выполнено в полном объеме. У нас громадное пожелание, просьба к вам все эти меры соблюдать каждый день, контролировать на всех производственных участках для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Карантинные меры коснулись не только сотрудников Ульяновского автозавода, но и обслуживающих организаций, которые работают на территории данного предприятия. В планах предприятия на апрель выпуск коров и автопатрулей. В понедельник, 20 апреля, на завод приедут представители Росгвардии для приемки 450 автомобилей, больше половины которых уже находятся на складе готовой продукции. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова